Утро мужской половины семьи Бесковых начинается с футбола. Шестилетний Артем спешит вместе с папой на стадион. Во время чемпионата, за которым следит весь мир, сидеть дома просто невозможно. Хочется почувствовать себя и по ту сторону экрана. Артем занимается футболом в спортивной школе Олимпийского резерва «Текстильщик» с четырех лет. Но этот год мальчику запомнится особенно. Ивановец стал победителем конкурса «Детские мечты», который проводила сборная России по футболу. Узнали об этом конкурсе чисто случайно в интернете. Предложили Артему поучаствовать. Ну и он согласился. В итоге вот он начал писать письмо. Писал письмо он четыре часа. Даже не пошел гулять. Мы его отправили. Спустя, когда был уже конец конкурса, мы вышли в интернет. Увидели, что мы стали финалистами. Послание главному тренеру сборной получилось настолько искренним и откровенным, что Станислав Черчесов ответил Артему лично. А еще у мальчика теперь есть мяч с автографами футболистов сборной. Я у него попросил этот мяч. Мой бывший тренер, он сначала занимался, но недавно его не стало. Потом новый тренер появился. И я пообещал сам себе выиграть для него кубок и отдать его ему. Мячом этим Артем, конечно, не играет. Бережет. Это не Фернандес. Фернандес. Единственный бразилец сборной России. В дни чемпионата квартира Бесковых превратилась в настоящую фан-зону. Все горячо болеют за сборную России. Фавориты Артема – Игоря Кенфеев и Артем Дзюба. Сам мальчик хочет стать вратарем. Осталось только научиться высоко прыгать и виртуозно отбивать мяч ногой, как это делает главный галкипер страны. Я всегда за сборную Россию. А если не за сборную России, не играть, только за обоих вратарей или за обоих команды. За ничью. Расскажи, как будешь в субботу болеть за наших. Сильно, чтобы они хорвать, как с 5-0 выиграли. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.